Кривая и ровная, гибкая и жесткая, сильная и слабая. Предмет многочисленных метафор и наш внутренний стержень. От ее состояния зависит наше умение ходить, сидеть и даже думать. Меня зовут Дарья Эдемиллер и сегодня ближе к телу спина. Можно ли расправить плечи, если ты не атлант и уже давно не ребенок? Почему плавание не панацея в деле укрепления позвоночника? Как чувство вины скручивает поясницу и какие, казалось бы, безобидные привычки приводят к серьезным патологиям? Сегодня в выпуске. Ну, если говорить просто, то роль позвоночника ведущая. Это опорная функция, это действительно спиной мозг, это информационный капель, который соединяет компьютер и периферию, все. То есть это главные базовые функции. Но опорная функция, она в том числе и динамическая. То есть мы нестационарно стоим, мы ходим, передвигаемся. Поэтому наш позвоночник должен быть в хорошем состоянии. Поддерживать хорошее состояние позвоночника становится все сложнее. Эволюция привела нас за компьютерные столы. И теперь мы каждый день гнем спину и боремся с сидячим образом жизни, который... Формирует неправильную осанку, формирует мышечные перегрузки, формирует болевой синдром, формирует головные боли, в результате чего они могут возникать. И если имеются какие-то асимметрии, они, естественно, укрепляются. Поэтому вот мышца любая, которая длинная, не глубокая, а длинная, она называется фазическая. От слова фаза. Фаза сокращения, фаза расслабления. Поэтому вы посидели, дайте мышцам подвигаться. Вот полчаса посидели, простые упражнения сделайте, вот какие-то банальные. Не надо сразу гирю из-под стола доставать. У журналистов такие физкультминутки есть. Но, как показывает практика, они не помогают при серьезных искривлениях. В общем, заболела у меня нога год 4,5 назад, мне было больно на нее наступать. Потом эта боль сменилась тем, что она начала неметь. Я ее буквально иногда таскала за собой. Мне было очень неприятно, поскольку работа подвижная. И приходится часто по лестницам подниматься, спускаться, например. Это было ужасно больно. При любой физической нагрузке опять это было то же самое. Потом выключилась еще и вторая нога. И каждое утро вставать было, ну, реально это было сквозь слезы. Это было очень больно. Полине 24. Целых 4 года своей жизни она пыталась понять, что не так с ее ногой. Прошла 8 врачей. Оказалась причина воскривлений позвоночника и зажатых нервов. Поясница Полина начала скручиваться влево. Это видно на снимке. Я должна была лежать прямо, насколько я могу. Но тут показано, что при том, что я лежу прямо, тут прям колесом выгибается бок. И очень такой неоднозначный момент. Здесь, ну, вот так, на вскидку не видно, но есть некоторые позвонки, которые как бы перекручены. И получается, что, ну, вот они подкручиваются и защемляют как раз-таки нервы. Произошло скручивание. И если это грудной отдел, то что, к грудному отделу у нас идет большой мощный комплекс рёбер. А рёбра у нас с чем соединены? С грудиной. Вот эта вот вся махина начинает у нас закручиваться. У нас что внутри грудной клеточки? У нас внутри грудной клетки у нас лёгкие. У нас сердце. Представляете, меняется, меняется, во-первых, меняется положение сердца, да, меняется расположение сердца, меняется, значит, определенные, определенные фрагменты, определенные структуры сердца начинают работать с усиленной нагрузкой, да. Вот. Что касается лёгких, меняется рёберно-диафрагмальный тип дыхания, то есть неправильного распределения крови, воздуха циркулирующего. К счастью, с сердцем и дыханием у Полины всё в порядке. А вот кроме поясницы её ещё беспокоит плечевой пояс. Девушке тяжело держать осанку. Нарушение осанки всегда формируется. Есть причина. То есть не бывает просто так. И когда я посмотрел порядка пяти или шести тысяч детей и взрослых, вот таких вот кривеньких, косеньких, я залез поглубже, почему так происходит, и залез я в первый год жизни. То есть все эти асимметрии, они формируются исключительно из детства. Искривление позвоночника есть у большинства людей, способствуют ему неудобные парты и тяжёлые рюкзаки в детстве и сидячая работа во взрослой жизни. Чтобы начать бороться с искривлением, нужно определить, есть ли оно у вас. Самое простое – это встать возле стены, пятки касаются стены, ягодицы и лопатки. Всё, и мы тянемся макушкой наверх. Это уже способствует тому, чтобы осанка развивалась правильно и красивая спина у нас была. Когда тело растёт очень быстро, ребёнок эмоционально к этому начинает адаптироваться так, как он может. И тем более, если на него как-то внешняя среда влияет, одноклассники над ним смеются, например, или девочку в классе, она самая высокая, она вымахала, её начинают называть «О, ты каланча». Вот, ну, это история всей моей жизни. И, конечно, она начинает сутулиться. То есть эмоционально спасаться человек ещё не умеет, не научен он этому, то есть давать как-то отпор, устраивать свои границы. А телесно, то есть эмоция живёт в теле, и она, ну, как-то отжимает своё. Окружающий мир, он выстроен на среднестатистический рост, и я, как обладательница более высокого роста, да, мне некомфортно во многих заведениях. Это начиная со школы, потом, не знаю, любые, там, кафе. Ну, маршрутки – это моё любимое развлечение, особенно если ты одеваешь каблуки, то, соответственно, как бы, да, если маршрутка подскочила, я проломила головой крышу, и, ну, последствия вы знаете. Алина занимается дизайном одежды и аксессуаров, но начинала свой путь в мир моды моделью. Рост девушки 179 сантиметров. На фотосессиях приходилось бороться с сутулостью, сейчас спина болит уже за швейной машинкой. Девушка любит туфли на каблуках, но в повседневной жизни ими не злоупотребляет. Особого дискомфорта я не испытывала. Я могу вам сказать по поводу каблуков и по поводу одной презентации, на которой мы работали у нас здесь в городе Барнауле. Нас попросили отработать минут 30-40, а вместо заявленных 30-40 минут мы простояли два часа. Но ситуация была такая, что мы были в вечерних платьях, и мы стояли рядом с машиной, у нас были шлейфы, которые полностью покрывали машину. То есть мы не могли ни на минуту отойти от этой машины. И в тот день я поняла, что я была в аду. Алина беспрекрасно сказала, что после той работы отваливалась спина, болели ноги. Вообще из-за высоких каблуков страдают не только модели. Когда мы меняем губу или меняем каблок, у нас что с вами? Во-первых, у нас изменяется положение тела в пространстве. Поэтому опять, то есть вот с такого мы надели большой каблок, и меняется угол наклона таза вперед. Опять, чтобы мы с вами не упали вперед, мы с вами должны как-то изменить свое положение тела в пространстве, чтобы мы не упали. То есть у нас получается совершенно начинают работать другие мышцы, как мышцы брюшного пресса, повесницы, так и мышцы нижних конечностей. То есть изменяется другой, появляется двигательный стереотип. И к этому нужно приспособиться. Врачи уверены, что исправлять осанку нужно в детстве. Чем мы старше, тем тяжелее наше тело подвергается изменениям. Но при этом начать сутулиться можно и взрослым. И как быть, если жизнь согнула уже после выпуска из школы? Для начала сходите к врачу, ортопеду или неврологу. Они помогут определить, насколько ваше искривление серьезно и можно ли вообще его исправить. Дальше врач посоветует всевозможные варианты помощи позвоночнику. Самый популярный – плавание. Считается, что оно укрепляет мышечный корсет и помогает поставить позвонки на место. Также могут прописать лечебную физкультуру – лодочка, поднятие туловища и скручивание корпуса. Так укрепляют те же мышцы, что во время плавания, только без воды. Еще помогает массаж. Хороший специалист способен помочь мышцам спины расслабиться. Благодаря этому позвонки и кости встанут на место проще. Но массаж, как и любой другой способ, это лишь часть необходимого комплекса. И совсем отчаянная мера – корсет. Его нужно носить 3-4 часа в сутки, например, по дороге на работу или дома вечером. Он фиксирует плечевой пояс или поясницу в правильном положении, помогая телу его запомнить. К слову, не все врачи согласны с тем, что плавание – универсальный способ укрепления спины. И опять же, если мы попадаем в воду, то есть мышцы, которые называются антигравитационные. Они короткие мышцы, они находятся глубоко в суставах, в том числе и межпозвонковых. Когда ребенок или взрослый, или подросток лежит в воде, эти мышцы, понятно, не работают. Потому что гравитации ноль, и плюс горизонтальное положение. Он плывет большими группами мышц, руками, ногами, и укрепляет их правильно. Но не укрепляет стабилизаторы позвоночника, они стабилизируют ключевые суставы. Укрепить короткие межпозвонковые мышцы несложно. Они прокачиваются во время обычной ходьбы. Но если асимметрия серьезная, то даже простая пешая прогулка может навредить. Еще на осанке отражаются неправильные позы для сна – нельзя спать калачиком. Слишком большие подушки – они могут стать причиной искривления в шейном отделе позвоночника. Слишком мягкие или твердые матрасы. На мягком позвоночник не фиксируется как нужно, а на слишком твердом мышцы не расслабляются. Мы с вами рождаемся, все начинаем делать верно. Но в силу эволюции, не знаю, какой он правильный или неправильный, мы начинаем делать все с вами неверно. Неправильно садимся, неправильно ложимся, неправильно надеваем обувь, распределяем нагрузки и так далее. Когда человек болен, у него болит, он все делает верно, потому что организм просто не дает ему сделать по-иному. Он никогда не наклонится, потому что не дает ему спинка сделать этот наклон. Он присаживается, обувается, допустим, все это делает верно. И, допустим, когда у меня человек приходит через месяц с полтора, и у него этот болевой синдром плавненько уходит, я с полнофистами, он начинает опять все делать неверно. Отпустила называется, понимаете? Чтобы избежать неприятных последствий, лучше свести к минимуму или вовсе отказаться от поднятия тяжестей. Но не всегда это возможно. Знакомьтесь, Егор. Он солист молодежного ансамбля песни и танца «Алтай». Поднимать тяжести, пусть и очень красивые, его работа. В танцах часто приходится нести партнеров буквально на своей спине. Травмы ты получаешь каждый день. И на работе, и вне работы, и где-то еще. И сейчас травма, которая у меня сейчас находится, я даже не знаю, где она произошла. То есть я почувствовал дискомфорт дома и понял, что, видимо, где-то что-то повредил. Пошел в больницу, оказалась травма. На данный момент у меня смещение позвонка на 4 мм. То есть я сделал снимок и вот это показал. Вообще я пришел с жалобой на то, что у меня болит правая нога. Я пришел в больницу с другой болью, я говорю, у меня болит правая нога, ничего не могу делать. Егор танцует уже 14 лет, и эта травма спины у него не первая. Вообще сигналом от спины может стать даже боль в конечностях. Боль в ноге, онемение верхних, нижних конечностей, болевые синдромы верхних конечностей, головные боли очень часто связаны с патологией позвоночника, быстрая утомляемость, усталость, то есть вот такой вот астенический синдром. То есть любая боль – это уже непорядок. Для того, чтобы спина заболела, то есть это уже процессы идут не один день и даже не один год, не один месяц и не один год. То есть если появился болевой синдром, то есть это уже нехорошо. То есть это уже нужно делать обследование, чтобы посмотреть и исключить для себя метастатические процессы, какие-то новообразования. Несмотря на постоянные физические нагрузки и, казалось бы, крепкий мышечный корсет, от травм Егор не застрахован. Считается, что поставить позвонки на место помогает тяжелый металл, но иногда занятия в зале могут сделать только хуже. Как правило, боли в пояснице возникают, потому что, допустим, корешок нерва пережат. Опять же, он может быть пережат просто потому, что с позвоночными дисками что-то не так, или там с отростками позвонков они их пережимают. А может быть из-за того, что сильный гипертонус мышц, мышца давит, и, соответственно, боль. Чтобы этого не происходило, мы как раз расслабляем мышцы посредством растяжки. Растяжка помогает расслабить мышцы спины и позвоночник. Из-за сидячего образа жизни наша спина постоянно напряжена. Позвонки изнашиваются быстрее, чем должны. Это приводит к остеохондрозу, протрузиям и грыжам. Но, видимо, физическое здоровье не гарантирует, что проблем с позвоночником не будет. Частая причина боли в психологии. Если мы говорим о плечах и шее, то чаще всего здесь могут иметь место токсичные отношения. То есть кто-то в прямом смысле сидит у человека на шее. А какие-то нездоровые отношения на работе, когда на человека предлагают какие-то обязанности, которые не его, ему тяжело это выполнять. Если мы говорим о пояснице, то здесь очень часто психологи, которые работают в парадигме психосоматической, вот говорят о неудовлетворенности собой и о чувстве вины, чаще всего вины на самого себя. То есть из-за поясницы, когда мы чем-то недовольны. Иногда такую историю мы наблюдаем у таких людей, склонных к перфекционизму. Я начала сутулиться из-за роста. Во мне почти 180 сантиметров. Но при этом серьезных проблем с позвоночником, ровно как и противопоказаний, связанных с ним, у меня нет. А значит, исправить небольшое искривление можно растяжкой. Меня зовут Дарья Эдемиллер, и сегодня ближе к телу была спина. Пока-пока. Легкость, гибкость и боль. Именно это гарантирует в студии эффективной растяжки 33 шпагата. Здесь работают на результат. На шпагат обещают посадить за два месяца. В основном мы тянем шпагаты, но также у нас есть направление по растяжке спины и силовые тренировки. Они подходят для тех, кто хочет похудеть. В студии есть групповые и индивидуальные занятия. Абонементы бывают разные. На 8, 12, 24 занятия и безлимит на два месяца. Одна сессия длится около часа под чутким руководством тренера. Во-первых, у нас все тренера, они профессионалы своего дела. Это кандидаты в мастера спорта, мастера спорта. В основном по художественной и спортивной гимнастике. Группы у нас маленькие, до 8 человек. Также уделяем внимание каждому клиенту, протягиваем каждого. Мне комфортно здесь, здесь домашняя обстановка, очень удобные раздевалки, тренеры мне все нравятся. В 33 шпагата ходят взрослые и дети, мужчины и женщины, профессиональные спортсмены и любители. И цели у них совпадают – легкость, гибкость и немного боли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова